О, нет, ненавижу этот звук. Я взял свой телефон, отключил будильник и продолжил спать. Подумаешь, пропущу разочек универ. Думаю, ничего плохого от этого не случится. Не успев закрыть глаза, мой телефон зазвонил. Ну пипец, кто еще решил перерывать мой сладкий сон? Ну конечно, Мишка. Алло, чего тебе? Чего мне? Дэн, только не говори, что ты спишь. Миш, да ты прям экстрасенс. Ты че, вообще что ли офигел, Дэн? Во-первых, сегодня понедельник, который нужно провести продуктивно. А во-вторых, сегодня очень важное мероприятие. Ты меня постоянно подставляешь. В смысле подставляю? Вот сейчас не понял. Сегодня мы делаем работу по начертательной геометрии. И ты сам сказал, что мы с тобой будем вместе в проекте. Это парная работа, Дэн. А сейчас ты, получается, просто спишь. Так дела не делаются. Блин, Миш, у меня из головы это совсем вылетело. Дай мне пять минут. И будь добрый, поторопись. Тем более, я хочу тебе новость крутую рассказать про мистера Биста. Все, давай, жду тебя. Про кого? Блин, скину. Ну, пипец, времени у меня совсем не так много. А точнее, критически мало. Всего каких-то пять минут. Я быстро поднялся с кровати и пошел в ванную. Умывшись и почистив зубы, я схватил свой рюкзак и направился в коридор. Так, на улице, походу, не самое теплое. Поэтому надену перчатки и варежки. Вот мне интересно, Игорек. Будет хотя бы один день, когда я с тобой буду счастливый. Эээ, опять завела свою шарманку. Если что-то не нравится, она еще проваливает. Лентяй, лучше бы работать пошел. Эээ, все тебе понятно с тобой. Тебе только эти деньги нужны, меркантильная. Знаешь что, на тебя посмотришь, и сразу понятно, что ни на деньги, ни на внешность я не веду. А что ты мне это самое, приземляешься, если не ведешься, а? Тихо ты, это, смотри, он красный стоит. Он, короче, ждет этого пацана, наверное. Вот идти к нему, и знаешь что, денег у него просили. А ты мне, значит, не умничай. Я, значит, у нас в семье голова. Я мужик, и я знаю, что нужно делать, и мне не надо. Значит, вот такой, смотри. Сейчас второй из них выходит, и я тогда сразу, кого я подойду, буду денег просить. Ну ты, Игорек, прям реально голова. Я спустился на лифте, вышел из подъезда. Моего друга было несложно заметить. Во-первых, его яркий прикид всегда в глаза бросается. А во-вторых, он почему-то прыгал из стороны в сторону. Миша, с тобой все в порядке? Ты почему тут скачешь? А ничего, Дэн, что-то на улице холодильная жуткая, хотя я сижу минут 15, жду, стою. Ну самое главное, что дождался. Ну чего ты мне там рассказать-то хотел? Давай позже, а то мы тоже сейчас, по нему, опоздаем. Пошли. Эх, все, плакали наши денежки, ушли, упустили их. Так это ты виновата. Нечего стать, это, языком трепать. Вот и упустили их. А что это во всех бедах сразу я виновата? Лучше бы ты знали, что не побираться, вот, работать пошел куда-нибудь на Валберес. Да ты что, на тебе что ли? Там же это, сейчас пик, в четыре раза понизили. Еще и склад сгорел. Смерти моей хочешь что ли? Ну? Э, да ну тебя. Я целый день жду, меня уже скоро от любопытства разорвет. Да, ну ты мне для начала скажи, ты знаешь, что такое мистер Биста вообще? Это вроде блогер какой-то, а что такое? Какой-то? Ты чего? Он популярнее самого Влада А4. Да ладно? Я думал, Влад Бумага самый популярный русский ютубер. Ну вот это из русских, а это зарубежный. У него, прикинь, целых 233 миллиона подписчиков. Ходи на его видос, ты смотрел, скажи. Ну если честно, нет, не очень люблю зарубежных блогеров. Ты знаешь, Дин, я думал, меня в этой жизни же ничего не сможет удивить, а вот ты смог. Сейчас быстро идем к тебе домой и будем смотреть его ролики. Отказы не принимаются, пошли. Я не стал спорить с Мишкой, и мы пошли ко мне домой. В какой-то момент мне даже стало стыдно, что я не знал этого Биста. Ну или как там его? Спустя пару минут мы уже заходили ко мне в квартиру. Мишка тут же побежал в мою комнату включать компьютер. Интересный такой, вроде у меня в гостях, а чувствует себя все время как дома. Пипец, походу батя пришел. Видимо на этом наши просмотры и закончились. Где ты там идешь? Нет. Миш, у меня плохие новости. Походу просмотр роликов Мистера Биста отменяется. Ну или переносится на другой день. Ты с чего еще взял? А вот почему. Батя решил вернуться пораньше. А он, как ты знаешь, не любитель наших посиделок. А, да нет, не парься, это не Батя. Что? А кто? Да это я, это, Димаса позвал. Нам же втроем будет гораздо веселее смотреть, чем вдвоем-то, правильно? Миш, я, конечно, против Димаса ничего плохого не имею. Но ты можешь хотя бы предупреждать меня о таких вещах? Потому что, как минимум, это моя квартира. Ладно, да хватит ругаться. Я вам, кстати, яблоки принес. Спасибо, конечно. Но лучше бы чипсов захватил. Да это, ладно, хватит вам языками мельить. Пойдемте, проходим. Ну вот, а с коблоком ты реально, Димас, перегнул. Ну ты, как будто с готины тебя от бабушки пришел. Хи-хи-хи. Я, кстати, еще шоколадные конфетки захватил. Все, пошли быстрее. Мы всей своей гурьбой прошли в мою комнату. На компе уже был включен канал Мистера Биста. Офигеть. У него реально 233 миллиона подписчиков. А практически все его ролики набирают больше 100 лямов просмотров. Странный, как он мне не попадался. Смотрите, 9 дней назад у Мистера Биста вышел новый ролик. Как я мог пропустить? У-у-у, Димас, ты чего? У нас Дэн вообще ни одного ролика не видел. В смысле ни одного? Это он даже такой Мистер Бист не знает. Ну вообще-то знал, просто его ролики не смотрел. Мне больше ЛАТА-4 нравится. Да ЛАТА-4 по просмотрам просто муравейник, потому что Мистер Биста и популярнее, и просмотров миллионные. Ага, вот именно я говорю, что вот вы видели последнего ролика? Я даже знаю, сколько он на него денег там убил, пухал вообще. Ну так может меньше слов? Давайте уже смотреть этого вашего Биста. Проверим, сможет ли он меня реально удивить. Мишка, как всегда, уселся на мое место, и мы начали смотреть. Как снарядов по 500 тысячам долларов. Ё, отщеметь можно, сколько он тратит бабок на свой контент. Я в шоке. Ага, и еще больше, ты будешь в шоке, если знаешь, как он тратит на благотворительность. Там вообще миллионы долларов. Получается, он помогает людям и снимает это на камеру? Ну это уже показуха какая-то. Я бы с тобой не согласился. Люди им вдохновляются, и из-за этого смотрят его. Да, и я вот поддерживаю его. Получается, что он несет добро в массы. Люди от него заряжаются, и тоже хотят помогать другим людям. Но может вы и правы. Все-таки этот мистер Бист реально крутой. Странно, что я раньше не видел его ролики. Зато теперь мне будет чем заняться. По-любому пересмотрю весь его контент. И это будет правильно, потому что в наше время очень стыдно. Не знать, кто такой сам мистер Бист. Ты кого-то ждешь? Я нет. Но не удивлюсь, если это Мишка опять кого-то позвал. Да я никого не звал. Ну так вот Димас один раз. Ну он уже пришел. Значит это не он получается, правильно? Это твой батя, скорее всего. Если это твой батя пришел, то это все, капец. Он сейчас нас выгонит. Надо сваливать отсюда, короче. Да ладно, вам раньше времени панику наводить. Может это вообще Машка пришла? Сейчас проверим. Я вышел из комнаты и пошел в коридор. Открыв дверь, я никого не увидел. Но опустив голову, заметил какой-то черный пакет. Не понял. Это что, бранхи какие-то? Дэн, ну что там? Хорошая новость. Это не батя. Но есть и плохая. Кто-то подкинул нам какой-то пакет. Ну у нас это плохая. Может это какой-то подарок вообще. Мишка с полным отсутствием страха спокойно взял странный пакет и понес в комнату. Я пошел за ним. Офигеть. От Мишки я такой смелости точно не ожидал. О, а что это у вас такое? Доставка? Ага. Только непонятно от кого и непонятно что. Ну вот это мы сейчас и проверим. Надеюсь там не бомба? Открывай уже. Мишка открыл пакет и первый заглянул вовнутрь. Затем он медленно поднял голову и начал смотреть на нас с Димасом. Ну что же там? Говори. Знаете, что я вам хочу сказать. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Чего? Это какой-то розыгрыш? Не знаю розыгрыш это или нет, но купюры-то настоящие. Ага. Здесь еще какая-то записка лежит, смотрите. И вправду, среди множества различных купюр лежала какая-то бумажка, сложенная в несколько раз. Я развернул ее и принялся читать. Приветствую вас, мои юные блогеры. К сожалению, в России не хватает добрых и порядочных блогеров, желающих помогать людям. В этом пакете немного денег для создания вашего первого ролика. Потратьте их с умом. А главное, снимите это на камеру и выложите на YouTube. Удачи в создании контента. М.Б. Сказать то, что я в шоке, не сказать ничего. Только у меня вопрос, что такое М.Б? Мистер Бист, походу он реально отправил нам такую крупную сумму денег. Офигеть, это реально мировой мужик. Это очень круто. Получается, ребят, я теперь могу себе купить новую плойку и много игр. Миш, в письме было написано, что деньги на добрые дела. А что это, раз не добрая дела, плойку новая, а? Ладно, я понял. Давайте тогда камеру и пойдемте все это дело снимать. Долго нас уговаривать не пришлось. Уже через пару минут мы со всем съемочным инвентарем выходили из квартиры. Предлагаю, ребят, сначала, так денег, бомжам. Думаю, это достаточно доброе дело. Да где мы их искать будем? Но с этим, я думаю, проблем не будет. Ребят, вот я сейчас сижу, значит, ем у Дэна в квартире эти конфетки шоколадные. И вот думаю, а что вы на телеграм-канал-то особо не подписываетесь? У нас же есть телеграм-канал, корябый влог с галочкой. В общем, тогда ссылку мы оставим под этим роликом внизу первой строчкой. Вы прямо переходите туда, подписываетесь на телеграм, и там каждый день всякие прикольные истории с корябого влога. И со съемок, и всякие новые ролики, там все оповещения, все есть. И там у нас еще есть корябый влог-чат, там все наши подписчики друг с другом общаются. И сам Дэн там, и я, и все наши ребята из команды, все там есть. Поэтому, ребят, переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь на телеграм, Ну а мы дальше с вами продолжаем смотреть ролик. Погнали! Спустя несколько минут мы уже выходили из подъезда. Подойдя к мусорным бакам, Поберушкиных мы не обнаружили. Ну все, походу наш контент накрылся медным тазом. И где бомжи? Да погоди ты, может отошли ненадолго. Предлагаю немного подождать. Ага, подождать. И что сейчас очень холодно на улице, так замерзнуть можно? Смотри, вон и не идут. И вправду, к нам навстречу бежали радостные бомжи. Такое чувство, что они знают, что сегодня озолотятся. Ага, ребятки, а мы вас, значит, это, все утро ищем. Помогите копеечкой, а? Ага, помогите, люди добрые, век вас не забудет. Миш, снимаешь? Ага, начинайте. Уважаемые товарищи Поберушкины, сегодня один из лучших дней в вашей жизни. Я бы сказал, даже лучше. Ага, в общем, не будем вас томить долгими разговорами. Держите, это вам. Это, это, что, прикол что ли какой, а? Офигеть, Игорек, походу, мои аффирмации работают. Это какие аффирмации? Они же эти блогеры, они сейчас, знаешь, отснимут, потом у нас обратно деньги заберут, а? Да успокойтесь вы, никто у вас деньги обратно забирать не будет, все нормально. Игорь, ущипни меня, я либо сплю, либо сошла с ума. Ты с ума, ты давно уже сошла, а деньги-то реально наши. Ох, ребята, спасибо вам огромное. Я молиться буду словом, буду добрым, вспоминать люблю вас до слез. А это, они случайно не ворованные, а? А то я второй раз садиться на них не буду. Не переживайте, все легально. Скажите спасибо мистеру Бисту. Этого, мистер Пипс, спасибо большое реально. Да, хороший ты мужик, вот, тебе лайк ставлю. Это, ну мы, короче, пойдем, а то мне шубу новую купим, я три года уже в этой хожу в куртке, дурацкая. Да, и отметим заодно, не каждый день такие подарки дарят. Хе-хе, спасибо. Ну что, снял? Ага, контент бомба, мистер Бист точно заценит. А делать добрые дела, это даже очень приятно. Опа, малышня, а че ты у вас тут за собрание? А мы сегодня добрые дела делаем, вот бомжам только что помогли. А может тогда и нам поможете, а потом свалите из нашего районышка в глазах и в глазах. Нет, ну, хуй, хоть на штырьки не забрали. Слопы, какие еще деньги? А ну карманы выворачивай. Лучше уходите отсюда, от греха подайфи, пока мы полицию не вызвали. Смотри-ка, крякает, тогда ты первый получишь. А тебе что, отдельное приглашение нужно? Ничего я вам не дам. Ну ты сам напросился. Блин, ну опять, опять в эту школу. Как же неохота, еще сон такой хороший снился. Как я на Мальдивах с Машкой большие глаза отдыхал. Тупой будильник, мы почти уже целоваться начали и ты прозвенел. Я кое-как встал с кровати, по привычке сразу включил комп. О, сынок, а я не понял, а че такое-то? Сейчас, по-моему, утро, надо в школу собираться. Ты че за копом делаешь? Да я это, батя, прогноз погоды глянуть зашел. Ну а че, с погодой не так? Подумаешь, ветер небольшой, ну и немножко дождик морозит. Я в твои годы в школу каждый день по 10 километров ходил. Ничего, нормальный вырос. Короче, ну-ка давай, Маш, пожрать и собираться на учебу. Все, отзабыл с собой. Все понятно. Как обычно, батя самый суровый и сильный. Любой ураган ему нипочем. Я помыл руки. Сел за стол, где меня уже ждал завтрак. Бать, вот скажи только честно. Ты в моем возрасте тоже каждое утро кашу ел? Причем даже без молока. Ты что, сынок, это самая полезная каша. Она на воде и с ухозрубками, и орехами. Будешь ее каждое утро есть, будешь сильный, как батя. Все понятно, я пошел. Нипал, ты куда? А кто будет доедать-то? Потом, не все сразу. А то, боюсь, майка от мощи порвется. Я обулся, быстро спустился по лестнице и пошел в школу. Погода, конечно, очень мерзкая. Холодно, ветер сильный, и дождь уже неделю каждый день идет. О, ребят, а вы тут чего делаете? Ау, дядь бомж, вы чего, призрака увидели? Бомжи молча стояли и смотрели в одну точку. Я решил растормошить их. Алло, гараж, вы что, как статуи застыли? Не мешай, пацан, видишь, мы в шоке. Отстаньте, пацан, видишь, у Игоря-ка шок. Так а чего случилось-то? Мне же тоже интересно вообще-то. В ответ на мой вопрос, бомж Игорь стал сильно шептаться со Светкой. Наконец он сказал. Короче, пацан, мы давайте все расскажем, только это обещай, что строго между нами. Хорошо, конечно, договорите уже. Короче, ну мы сегодня ходили, ну там, по бизнесу во дворе. Понятно. Ну и? Да Влада четыре он увидел. Это его кумир с детства еще. Чего? Ой, все понятно с вами. В солярии перегрели. Не стойте, пацан, я его реально видел, от меня прошел буквально в двух метрах, такой высокий, с белыми волосами. Ага, чего ему тут делать, дядь Игорь? Он в Москве живет, зачем ему втул? Ну это я не знаю, может и дела какие, или скрываются от кого. В итоге бомжи, перебивая друг друга, рассказали мне о якобы встрече с Владом. Да-да, ребят, я верю, верю. Простите, мне пора уже, сегодня важная контроша будет. Пипец, еле оторвался от этих ненормальных. Влада бумагу они видели. Ага, тогда у меня на кухне Илон Маск сейчас посуду моет. Твою мать, 9.20, уже пол первого урока прошло. Да говорю тебе, Дэн, Витек реально говорит, что А4 сегодня видел. Ой, Миш, ну и ты туда же. Просто подумай, чего ему в нашем городе делать. Ну не знаю, может он какой-нибудь проект новый снимать приехал, или просто отдохнуть. Миш, вот скажи только честно, если бы ты был самым популярным блогером русского ютуба, с миллионами в кармане, ты бы выбрал наш город для отдыха? Ну нет, наверное. Вот именно, это обычное совпадение. Тот человек просто сильно похож на А4, одет так же, прическу тоже оригинальную сделал. Ну, может ты и прав. Мы попрощались с другом, дальше я пошел в сторону дома один. Вскоре недалеко я увидел высокого человека с белыми волосами, очень похожего на... Не понял, это что, Влад? Это же реально, Влад А4! Куда он пошел? Я быстро пошел за человеком, поразительно похожим на Влада бумагу. Он шел впереди меня и иногда оглядывался по сторонам. Видимо, очень боится, что его заметят. А кто может так этого бояться? Только очень популярный блогер. Значит, это реально Влад А4! Так, а где он? Не понял. Только что же, буквально за угол завернул. Он что, испарился что ли? Или резко куда-то побежал? Я стал быстро бегать по всем местам, куда мог зайти Влад. Но его уже нигде не было. Видимо, спалил меня и резко где-то спрятался. Вот я баран. Надо было сразу к нему подойти и сфоткаться хотя бы. Весь класс с ума бы подходил, когда бы такое фото увидел. Через 10 минут я уже грустно заходил домой. Все мои мысли были о потерянной фотке с суперзвездой Ютуба. Батя еще дома нет, рассказать даже некому. Хотя, кому это будет больше всего интересно? Как не блогеру? Я взял телефон, набрал Денису. Привет, Денис, тут такое случилось, такое, ты не поверишь. Привет, ты можешь все-таки скажешь, какое? Короче, я прямо в своем дворе, недалеко от дома, увидел Влада бумагу А4. Да ладно, ты уверен? Это точно он? Может похож просто? Ты что, прикалываешься? Думаешь, я самого популярного блогера не узнаю? А сейчас он где? Ты знаешь? Потерял его, к сожалению. Но 10 минут назад он точно был в моем дворе. Вряд ли бы он далеко уйти успел. Понял, сейчас буду. Круто! С Денисом вместе точно должны быстро найти Влада. Пипец, как же я мечтаю с ним сфоткаться. Через буквально 5 минут в дверь позвонили. Пипец, он быстрый. Тоже, наверное, хочет фото со звездой. Привет, О, ты с Демасом? Конечно, как он узнал, когда мы едем, сразу прилетел за 5 минут. А есть предположение, где Влад сейчас? Да, скорее всего, в какой-то из квартир сидит в нашем дворе. Ну тогда погнали, что стоим-то? Мы выбежали из дома. Подошли к машине. Слушай, а зачем она нам? Вы же говорите, его здесь, где-то, в дворе видели. Ну, во-первых, поиск Влада А4 это очень крутой контент. Сейчас я вам всем камеры раздам, будете снимать, как мы его ищем. А во-вторых? Ну, а во-вторых, кто-нибудь должен еще и дорогу патрулировать. Мало, он сейчас на машину прыгнет и уедет. Денис всем раздал камеры. Мы разошлись по разным сторонам. Я пошел заново просматривать свой двор. Демас взял соседний двор. А Денис поехал на дорогу. Блин, а если Влад увидит из окна, что мы его ждем? Он так никогда не выйдет. Надо спрятаться. Вот, тут, я думаю, хорошее место будет. Ой, или не очень. О, такие люди в Голливуде. А ты на что прячешься, малой? Я? Да не, я просто от ветра зашел погреться. Да? А выглядит так, как будто ты следишь за кем-то. А ну, колись давай. Тихо, тихо, шнырик, не прессу его. Пусть делает, что хочет. Главное, денег, чтобы он даст, и все. Ребят, но у меня нет денег. Что я вам дам-то? А, ну, раз нет, значит нет. Мы сами заберем. Ха, ладно, давай, бывай, братюнь. Спасибо за погон. Выпьем за твое здоровье. Ха-ха-ха. Пипец, последние деньги забрали, да еще и побили. И зачем я сюда зашел вообще? Алло? Ну, как ты там? Влада не видел? Нет, не видел. Не понял. А что у тебя с голосом? Да нет, Денис, все нормально. Просто в горле запершило немного. А у тебя там как дела? Да уже раз пять по кругу района объехал. И никого похожего так и не встретил. Интересно, как там у Демаса дела? О, смотри, Свет, это он, это он. Вот это да. Первый раз такого популярного человека вижу. Ага, смотри, над ним кажется, даже над головой свечение какое-то. Ну что, побежали, может сфоткаемся? Тихо, 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 пусть поближе пройдет, а то спухнем еще. Привет, Влад, ты мой любимый блогер. А можешь с тобой сфоткаться, а? Да, да, и мне, пожалуйста. В смысле, Влад, ребят? Вы что, меня Дима зовут? А, какая разница? А ну что, А4, улыбнись давай. Да не А4, я Димас, тульский блогер. Не А4 я. О как, ошибочка походу вышла. А я тебе говорил, не пей, судра. Где он уже, путаешь. Алло, Дэн, у меня новости. Давай встретимся. Пипец, сколько же я уже прошел. И никаким А4 не пахнет. Только деньги отняли, и живот болит. Все, домой пойду. Хватит мне уже звезд на холоде искать. О, Денис уже едет. Пойду спрошу, может у него какая инфа появилась. Денис вышел из машины, одновременно подошел Димас. Ребят, у меня такие новости. Внимательно слушаем. Я и есть Влад А4. Чего? Димас, ты совсем неадекватный, что ли? Да не, это бомжи рассказали новость, что видели Влада А4. Ну да, они мне говорили это. Да, но только они видели меня, а подумали, что это Влад Бумага. Пипец, ну что за фигня-то? Я всегда, конечно, видел, что Димас похож на А4, но не думал, что это сыграет с нами такую злую шутку.